Собака-бабочка или папильон – декоративный пёсик с французскими корнями. Своё название порода получила из-за формы ушей. У взрослых они напоминают бабочку. Бон-бурбон де лористьен. Делористьен, потому что это название питомника. Бон-бурбон, так назвали его хозяин. О том, что его зовут Бон-бурбон, маленький пёсик пока не догадывается. В семье его кличут бантик. Сейчас бантик радует свою хозяйку – простую девушку недворянских кровей. А в XVIII веке это была любимая порода королей Франции. Папильонов можно встретить на многих полотнах и даже картинах самого Тициана. Король Франции Генрих II разрешал своей собаке спать на кровати. И однажды она чуть было не спасла своему хозяину жизнь. К Генриху пришёл на приём монах. Собака по имени Лилен заливалась от лая, и её попросили из комнаты. Наедине монах заколол короля. Умирая, он сказал, «Ах, если б я только послушал Лилен!» Сейчас в России этих собак 15. Все они разбросаны по стране. Поэтому свою семью бантик может видеть только на фотографиях. Бантик, где твоя мама, бантик? Взрослые папильоны весят около 3 килограммов и вырастают до 25 сантиметров. Казалось бы, в желудок должен быть не больше напёрстка. Вообще, я первый раз таких маленьких собак вижу таким большим аппетитом. Среди декоративных собак папильоны на первом месте и по интеллекту. Дрессировки, они подаются очень легко. То есть научить их очень легко. Лапу пока он не научился давать, но вот ногу – пожалуйста. Скоро похолодает, и бантику придётся утепляться перед прогулкой. «Решили первый раз попробовать деть обувь ему. Вчера попробовали. Он походил, он очень быстро устал. Он сразу лёг, пошёл спать. Бантик только попрошу обувь снять. Собаки-бабочки игривы и бесстрашны. Во дворе кошки хоть и не видят бантике угрозу, но всё же стараются обходить стороной. Вчера пойла 29. Продолжение следует...